Алгоритм сложения и вычитания двузначных чисел И спортивные кружки Хочу вам напомнить, что занятия спортом формируют ответственность и самостоятельность Что должен знать тот, кто хочет посещать любимый кружок? Вам просто необходимо запомнить расписание занятий, чтобы вовремя их посещать Собрать и принести все необходимые для занятия вещи Организовать свое время таким образом, чтобы все успеть Многие ребята любят играть в баскетбол Цель этой игры – закинуть мяч в корзину Выполним математическую разминку и потренируемся Сколько получится, если к 36 прибавить 23? Получится 59 А теперь к 43 прибавим 25 Сумма 43 и 25 равна 68 Продолжим К 75 прибавим 23 Сумма 75 и 23 равна 98 Найдем сумму 44 и 42 Сумма 42 Сумма 44 и 42 равна 86 Сколько получится, если из 59 вычесть 23? Получится 36 А теперь из 63 вычтем 21 Разность 63 и 21 равна 42 Продолжим Из 67 вычтем 36 Получится 31 Найдем разность 98 и 65 Разность 98 и 65 равна 33 Молодцы! Я уверена, вы справились В следующем задании сравним алгоритмы устного и письменного сложения Вычислим значение выражения к 27 прибавить 3 Выполним решение уже знакомым способом Представим первое слагаемое в виде суммы десятков и единиц Применим сочетательное свойство сложения Изгруппируем единицы с единицами, а затем прибавим десятки Получилось такое выражение К сумме 7 и 3 прибавить 20 Выполним вычисление К 7 прибавить 3 Получится 10 К 10 прибавить 20 Получится 30 А теперь рассмотрим алгоритм письменного сложения чисел Запишем первое слагаемое 27 С левой стороны поставим знак действия Теперь запишем второе слагаемое При записи следуем правилу Пишем единицы под единицами А десятки под десятками Складываем единицы К 7 прибавить 3 Получится 10 10 это один десяток и ноль единиц Пишем ноль под единицами А один десяток запоминаем Чтобы прибавить к десяткам Складываем десятки К двум десяткам прибавить один десяток Получится 3 десятка Пишем 3 под десятками Читаем ответ Сумма равна 30 Я думаю у вас все получилось Давайте сравним результаты Они получились одинаковыми Значит оба способа вычисления одинаково верные В следующем задании Сравним алгоритмы устного и письменного вычитания Вычислим значение выражения Из 30 вычесть 7 Выполним решение знакомым способом Представим вычитаемое 30 В виде суммы удобных слагаемых 20 и 10 Получилось такое выражение К 20 прибавить разность 10 и 7 Выполним вычисление Из 10 вычесть 7 Получится 3 К 20 прибавить 3 Получится 23 Запишем уменьшаемое 30 С левой стороны поставим знак действия минус Теперь запишем вычитаемое 7 Пишем единицы под единицами А десятки под десятками Из нуля мы не можем вычесть 7 Возьмем 1 десяток Поставим точку Чтобы не забыть 3 десятка Это 2 десятка И 10 единиц Вычитаем единицы Из 10 вычесть 7 Получится 3 Пишем 3 Под единицами Сносим оставшиеся десятки В значение разности Читаем ответ Разность равна 23 Молодцы! Я думаю вам это по плечу В следующем задании Проанализируем и решим задачу Кружок карате посещает 40 детей Кружок баскетбола на 12 меньше А кружок волейбола посещает столько Сколько посещают кружки карате и баскетбола вместе Сколько детей посещает кружок волейбола Для краткой записи используем слова Карате, баскетбол Дополним задачу данными Нам известно, что карате посещают 40 детей Сколько детей посещает баскетбол нам неизвестно Но мы знаем, что на 12 меньше, чем карате Также мы знаем, что кружок волейбола Посещают столько детей Сколько кружки карате и баскетбола вместе Вынесем главный вопрос за фигурную скобку В первом действии узнаем Сколько детей посещает кружок баскетбола Из 40 вычтем 12 Получится 28 Не забывайте писать пояснение в решении Во втором действии узнаем, сколько детей посещает кружок волейбола К 40 прибавим 28 Получится 68 Запишем решение задачи одним выражением К разности 40 и 12 прибавить 40 Получится 68 Запишем ответ 68 детей посещает кружок волейбола Незаметно время урока подошло к концу Пора подвести итог Сегодня мы научились применять алгоритм письменного сложения и вычитания двузначных чисел Оцените свою работу на уроке Подумайте, на какой ступени вы находитесь сегодня Желаю вам хорошего настроения До встречи на следующем уроке Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!